Все мы неоднократно слышали это расхожее выражение, которому дали жизнь советские фронтовики, когда во второй половине войны стали говорить о том, что немец пошел уже не тот. Так что же случилось в когда-то сильнейшей армии Европы? Куда ушла свойственная воина Мадольфа наглость и закатанные рукава? Давайте разбираться. Выражение не появилось на пустом месте, а имело под собой основание и твердую почву. Действительно, с 1943 года качество немецкого рядового и младшего унтра-офицерского состава стало очевидно проседать. Военная наглость берется не только от безнаказанности, а прежде всего от военного опыта и боевых навыков. В условиях затяжной, тотальной войны на истощение для вермахта было непозволительной роскошью также тщательно и долго заниматься подготовкой мобилизированных перед тем, как они пойдут на фронт. Если в середине войны немцам еще худо-бедно удалось сохранить офицерский костяк, который также от нехватки кадров приходилось добирать и переводить из одной дивизии в другую, то с рядовым контингентом все становилось печальнее. Летом 1941 года на землю СССР вступили уверенные в себе, умелые и обстрелянные солдаты, которые прошли Польшу, Францию и отмахали на своих двоих и проехали на танках пол-Европы. Именно с этих образов ассоциируется понятие Блицкрик. Именно это поколение с таблеточкой Первитина проходило десятки километров в сутки. Именно они шли без устали, заряженные на победу, слишком уверенные в себе и Гитлере, оставляли за спиной выжженную землю. Именно их нужно было остановить нашим отцам, дедам и прадедам и выбить их в первую очередь. Их остановили, большую часть положили в землю в 1941-1942 годах. Самых лучших, самых опытных и самых обученных, никогда у Адольфа больше не будет таких. Выбили их люди, которые не имели такого богатого опыта. Немцы, когда говорят оба особенностях советского солдата, как правило берут в пример 1941-1942 годы. Часто немецкие воспоминания в этом плане очень похожи. Будь то мемуары рядового или офицера немецкого генерального штаба, как Эйке Мидельдорф, который в своей книге «Русская компания. Тактика и вооружение» очень много внимания уделял врожденному умению советских войск воевать в лесу, умело маскироваться, быстро строить инженерные сооружения и воевать по ночам. Может сложиться такое ощущение, что бойцы РКК – это какие-то дети леса, что, наверное, дело в том, что наши предки все делали грамотно, в первые годы войны использовали то, что есть, и старались уравнять шансы. Пока наша армия не научилась на практике в совершенстве искусства современной войны, то приходилось использовать ландшафт, местность и время суток. Лесистая местность и бой в ночное время лишал немцев преимуществ слаженного управления боем, снижал эффективность немецкой авиации и артиллерии, не давал использовать составляющие Блицкрига на все 100%. Почему-то с 1943 и 1944 года немцы забывают про леса, болота и ночные атаки советских бойцов. Немцы вообще в этот период особо не выделяют особенности красноармейцев. Почему? Да потому, что со второй половины 1943 года наши солдаты ни в чем не уступали, а во многом уже превосходили вермахт. Это была во всех отношениях современная армия, но к техническому отношению еще и добавился и боевой опыт. К Берлину придет армия обученная, оснащенная, уверенная в своих силах и по-военному наглая. А вот вермахт, чем ближе двигался к Берлину, тем становился лишь худшей копией себя, своей бледной тенью образа 1941 года. Да, у немцев были вспышки, у них были войска СС, которые к 1943 году превратились из идеологически заряженного, но неопытного пушечного мяса в элитную пожарную команду, за счет того, что Гиммлер отдавал им приоритет и накачивал их в первую очередь образами передового вооружения немецкого военпрома. В целом, вермахт и немецкий солдат был уже не так опытен, и не так умел, и не так инициативен, и вообще не тот. Ну у нас на сегодня все, ставьте лайки, подписывайтесь, до скорой встречи, все пока.